Устраивать кавардак на чердаке, перевоплощаться в пиратов или проектировщиков города или папарацци – это просто для юных художников. Им ничто не мешает самовыражаться как в классическом жанре Марины, так и в кубистической скульптуре. Только когда человек сам немножечко почувствует себя художником, когда сам попробует порисовать, помастерить, пофантазировать, он начнет дружелюбнее относиться, начнет понимать, наверное, художников и относиться не так критично к тому, что он видит вокруг, а понимать, что это все творчество, что это самовыражение, что это мысли других людей. Темы для бесед и творчества выбирали, отталкиваясь от того, что представлено в музее, и предлагали возможность понять художников через тактильные ощущения. Мы, конечно, задаем какую-то тему, говорим, давайте сегодня попридумываем небылицы или сегодня создадим свой город, проекцию Перми, как мы его видим. Но люди очень часто говорят, нет, хочу сделать машину. И мы, конечно, идем на встречу, идем за детками, за их фантазией. Безоценочное пространство чердака позволяет творить что угодно. Необычные условия без карандашей и бумаги задействуют доселе тайные уголки фантазии детей, говорят создатели чердака. Все привыкли к школьному стандарту, когда нужно вести себя тихо, когда нужно рисовать красиво, правильно. Поэтому, особенно детки-школьники, они побаиваются это заметно, заметно отличаются от дошкольников, которым все равно пока еще, пока от них не требуют много, их пока не поставили в жесткие рамки, они быстрее реагируют, быстрее начинают придумывать. Дети творят и вырабатывают свое собственное видение современного искусства, отличное от мнения взрослых. Это самый важный итог работы чердака, говорят его создатели. Осенью прогулки с художниками продолжатся, а пока работают летние программы. Например, увлекательное путешествие по трем музеям города для детей на старт «Внимание в музей». Для желающих мастерские продолжат свою работу со следующей недели. Занятия, которые хотим проводить два раза в неделю, в будни, для тех, кто уезжает в выходные на дачу. И выходной день для тех, кто остается, на которых ребята будут заниматься совершенно разными видами деятельности. То есть такой будет синтез всего, чего мы делали за год. Там будут и мультфильмы, и истории про художников, и глина, и мастерские. То есть все вот так в перемешку. Мы будем выходить на улицы, делать открытые площадки, будем работать в музее. Занятия начинаются по средам в 18.30, по субботам в 12. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова